почему мужчины изменяют масса эмоций нет мужчин которые не изменяют если ты была любовницей постоянно нам мучает ему мозг и он не будет изменять вот он прямо сейчас так говорит бред почему мужчины изменяют привет меня зовут ярослав самойлов являюсь экспертом психологии отношений перед тем как мы перейдем к видео прямо сейчас поставь лайк подпишись на видеоканал и почему же все-таки мужчины изменяют есть такая фраза не помню где я услышал что нет мужчин которые не изменяют есть женщины которым не изменяют и в какой-то степени в этом есть доля правды и сейчас я объясню свое видение на этот вопрос и так первое первая причина почему мужчины изменяют это потому что женщина не справляется скажем так со своими женскими функциями женщина не закрывает потребности мужчины то есть начале мужчина был влюблен например ему девушка его очень нравилось или жена он был влюблен была масса эмоций он видел не только хорошая со временем начала происходить рутина какая-то до бытовые события жена начала тоже меняться все начали меняться и мужчина и муж и жена начали меняться и началось больше ссор больше стрессов и уже во взаимодействии женой мужчины и женщины уже не настолько счастлив и он ищет допинг со стороны и он находит этот других женщин еще раз мужчина например если он заводит любовницу это не потому что он хочет секса это потому что любовница ему нечто такое дает то чего не дает жена если ты была любовницей наверняка ты знаешь что эти женатые мужчины говорили о своей жене или если же ты жена и ты например когда-то сталкивалась ситуации когда мужчина изменял ты женщина и мужчина тебе изменял когда-то да ты можешь прямо сейчас себя тоже спросить и поделиться в комментариях а чего же по твоему мнению как тебе кажется ты могла ему переставать давать или недодавать что он начал это искать других женщинах но что часто это зачастую это что это признание да это часто это жена близкая женщина критикует мужчину сравнивая с другими постоянно есть что-то в нем не нравится постоянно она мучает ему мозг а что делает любовница на первых этапах она восхищается мужчиной она его хвалит она видит ним только лучшее да она видит ним прекрасного и когда-то жена его тоже видела в нем прекрасного но со временем все изменилось и еще раз дорогие важно понимать сейчас не пытаюсь обвинить в этом женщину и сказать что женщины во всем виноваты я отвечаю на вопрос которому посвящено это видео почему мужчины изменят я щас не говорю хорошо это плохо имеет он право ли не имеет а в чем здесь вина мужчины не об этом речь и когда у нас будет видео что теряет мужчина когда изменяет своей жене а поверьте он многое теряет я буду рассказывать на эту тему сейчас просто другая тема вторая причина это сам по себе мужчина такой да и я точно знаю таких мужчин которые даже не будучи женатыми или прямо сейчас они вообще не в отношениях но они не против отношений они знают что рано или поздно они поженятся на девушке они знают что то есть начале все будет хорошо но они заранее убеждены что все мужчины изменяют это абсолютно нормально то что есть женщина для жизни а есть там любовница и любовницы да то есть эти мужчины скажем так я бы назвал заядлые не то чтобы ну давайте назовем их так заядлые изменщики и такого мужчину вряд ли можно изменить такого мужчину вряд ли ему можно что-то доказать и и тут даже может быть жена абсолютно нормальной абсолютно стремящийся к тому чтобы развиваться к тому же чтобы становиться лучшей женщины но мужчина скажем так для него это нормально он так мыслит он в этом убежден и здесь лучшая наверное стратегия это не связываться с таким мужчиной лучшая стратегия это заранее разглядеть мужчинах именно такого не проверить не договориться не узнать заранее а как бы ну в процессе общения понимать потому что есть мужчины которые прямо на свиданиях могут прямо сказать ну да это нормально да что мужчина может изменять что мужчина иметь секс на стороне и некоторые девушки думают ну я же супер жена я там пройду кучу женских тренингов и он мне не будет изменять вот он прямо сейчас так говорит и бред то есть если мужчина так говорит заранее он обычно люди не меняются и лучше вступать в отношения когда ты видишь что мужчина не изменится и ты все равно будешь таким любить но если ты видишь что те многое в нем не нравится или важные штуки какие-то тебе не нравится в нем и ты думаешь что он в процессе это изменит то нет вы знаете скорее всего не изменится это дальше некоторые просто говорят что аирса все проще мужчины полигамны мужчины бабники или есть девушки вот напиши в комментариях если у тебя подружки которые кричат и везде говорят все мужчины изменяют все мужчины изменщики все мужчины бабники поэтому им доверять нельзя или нужно вот проверяет сначала мужчину на ревность до на верность и некоторые девушки умудряются даже проверять телефон умудряется подсылать подружек или незнакомых девушек чтобы они там писали ему в соцсетях и проверяли насколько он открыт для секса или для свидания потом вот я таки знала это бред и многим девушкам на самом деле как мыслить взрослая девушка это не почему мужчины изменяют взрослая женщина задаете вопрос а как мне создать такую жизнь такие отношения с мужчиной в которых я выберу достойного нормального мужчину и с которым у нас будет например если тебе это важно с которым у нас будет верность с которым у нас будет открытость доверие и верность как мне это сделать как не что от меня здесь зависит да и многим девушкам изменяют по причине просто эти женщины в корне внутри убеждены что все мужчины изменяют мужчинам доверять нельзя мужчину нужно постоянно проверять если ты придерживаешься этой стратегии то скорее всего ты не избежать измен если я считаю что люди все плохие мне будут встречаться плохие люди если считаю что все люди врут я буду часто сталкиваться с враньем если буду считать что все женщины корыстные и всем женщинам нужны только деньги как вы думаете каких женщин встречает такой мужчина именно корыстных понимаете и тут важно понимать что что прокачивать нужно доверие к мужчинам прокачивать другое к себе понимание этого мира себя и жизни и по ним нужно понимать что может быть в прошлом у тебя есть причины почему сейчас есть смысл не доверять мужчинам но важно понимать прошлое в прошлом и прошлые мужчины то есть новые мужчины на прививкой жизни они не ответственны за то что у тебя было в прошлом они не виноваты в этом они вообще к этому не имеют никаких никакого отношения если говорить о моих примерах в моем окружении есть мужчины которые изменяют своим женщинам есть мужчины которые не изменяют и даже не думают об этом я тебе могу сказать заявить со стопроцентной гарантии это более чем реально создавать такие отношения в которых есть как которых мужчина не изменяет верен и видит тебе лучшую женщину но если ты хочешь быть в глазах мужчины лучшей женщины спроси себя а что я для этого делаю что я в себе развиваю для этого что я вкладываю в это чтобы быть лучшей женщиной да есть такая фраза претендуешь соответствую если на что-то претендуешь задай себе вопрос а точно ли я соответствую но если ты претендуешь на что-то и очень долго этого не получаешь или в принципе не получаешь начали бы твоя планка высока до либо твоя планка абсолютно нормально но нет соответствия этому поэтому у тебя два варианта либо понизить свою планку либо хотеть малого из и малому легко соответствовать либо все правильно я считаю что ты хочешь большего абсолютно нормально что ты хочешь многое и хорошее, но для этого нужно соответствовать. Все, чему мы хотим супер хорошего, нам нужно этому соответствовать. Поэтому, пожалуйста, напиши в комментариях, за какие ты отношения, какого мужчину ты хочешь, какой мужчина возле тебя. Может быть, у тебя сейчас муж, который тебе не нравится, тебе в чем-то. Просто напиши в комментариях честно твои мысли на тему, вот ты, если претендуешь на многое, да даже не на многое, хотя бы, если ты претендуешь, например, на верность в отношениях, а ты точно соответствуешь такому мужчине, который с удовольствием будет тебе верным. Или ты считаешь, что этот он должен, он же должен, в смысле соответствовать, Ярослав, он же должен. Нет, милые, никто нам ничего не должен и вы никому ничего не должны. Каждый делает то, что хочет, в зависимости от того, какие цели и какие средства для достижения этих целей. Если это видео было для тебя полезно, ставь лайк, подписывайся на видеоканал и до встречи в следующих видео. Пока!